Бучка меда с ложкой дегтя. Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде начинается с вопросов и недоразумений. Не дожидаясь сухой погоды, городские власти начали латать ямы. Причем в некоторых случаях новый асфальт кладут прямо в лужи, которые пытаются отгрести совковой лопатой. Асфальт кладете? Что делаете? Вообще ничего. Господа, ну вы что разбежались-то? То есть вот у вас все приспособления для ремонта. Засыпали в лужу какой-то щебень или асфальт. Через полчаса не будет ничего. Видно, что это халтура самая натуральная. Потому что температуры разные. Не подберешь никогда один на свадьбу. Дурдом. Понимаешь, они 10 ян заделают, а на пешку тысячи. Ну не на мокрое, но сухое надо кладать. Есть машины, которые сушат. Сначала надо высушить, а потом кладут. Чего сейчас асфальтировать, если громко еще не отошел? Сейчас дыр петал отдать. Громко еще влажно. Ямочные ремонты, они как бы эффективности от них никак. Меняется температурный режим и это все выбивается. Сейчас через день все вылетает опять. Все это пыль, вся крошка, все вылетает. Погода не соответствует. Ночь холодная. И снег, и лед, и все на свете. Обычная укладка идет горячий асфальт Барта Д-3. Которые мы подготовили, вырезали, мы их продули, мы их промазали специальной нефтемидовной мастикой. Поэтому держаться будет. Сколько? Лето простоит. Ну где-то год гарантии. В долгосрочной перспективе это ненадежный метод. Там уже есть разрезы, дефекты, то есть дефекты полотна. От этого попадание дождикой, это ненадолго. Вы асфальт кладете? Нет, нет. Крошка асфальта, потом асфальт будем класть. А сейчас такую погоду, вот эту дорогу же не можно так закрывать. Поняли? А это временная вещь. Понимаешь, что все сыра. А если асфальт сюда бросишь, асфальт бросишь, это не получится, а она выскакивать будет. Кто сказал, что бегает? Выдорожник? Выдорожник. Это все делается для безопасности дорожного движения. Сами понимаете, попала машина в ямку, выскочила на встречную полосу, мало ли что может произойти. Чтобы мы не разбивали колеса и не попадали в ДТП, это хорошо. Но это временная мера. Буквально на 2-3 дня. А вот городские власти заявляют, что проводимые на дорогах работы всего лишь подготовительные. И затрат бюджет не понесет. Это не за счет денег налогоплощельщика, это не за счет денег администрации города, не за счет муниципальных счетов. Это бросовый асфальт. Подрядные организации выполняют те, которые осуществляют ремонт и уборку уличной дорожной сети в рамках контракта. И они должны поддерживать асфальтовое покрытие в надлежащем состоянии. Если у нас ямочки превышают норматив, они их до капитального ремонта заделывают просто. Потому что сейчас, в данный момент, асфальтовые заводы не работают. И погодные условия нам не позволяют сделать качественный ремонт. Потом уже подрядные организации начнут делать качественный ямочный ремонт для работы, когда позволит погода. Кстати, всего на ямочный ремонт в 2017 году в Нижнем Новгороде выделили 27 миллионов рублей. Планируется отремонтировать около 28 тысяч квадратных метров дорог.